Привет, друзья! Я Александр Беляк. Рад вас приветствовать на своем канале. Мы продолжаем читать книгу Псалтири. Сегодня у нас 76-й Псалон. Не забывайте, что мы читаем книгу, которая является сборником молитв. Поэтому максимум пользы вы получите, если будете практиковать то, что вы изучаете. В разное время нам нужны разные молитвы, потому что мы по-разному себя чувствуем, и у нас есть разный отклик на те обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому Бог дал нам такую чудесную книгу, в которой собраны молитвы на все случаи жизни. Мы с вами прошли уже пол книги, и я уверен, вы обогатились уже многими идеями, мыслями, которые вы можете применить. И впереди у нас еще половина путешествия. Давайте будем вместе читать, размышлять. Оставляйте комментарии под видео, что Бог говорит вам, какие откровения вы получаете. Применяйте Слово Божье в вашей жизни и делитесь с теми людьми, которые рядом с вами. И пусть наша молитвенная жизнь станет лучше. Этот псалом описывает избавление от уныния. Псалмопевец не объясняет причину своего уныния, но очевидно, что он переживал скорби. Мысли о Боге приводили его лишь к жалобам. Но к концу псалма настроение автора уже меняется, потому что он сосредотачивает свое внимание на милосердии Бога и на прошлых благословениях. Разделить эту молитву мы можем на три части. Вначале это скорбь и отчаяние души. Намерение изменить ход мыслей мы находим с 11 стиха. И заканчивается псаломописанием прежних Божьих благословений. Наверняка вы уже обратили внимание, насколько разнообразно описывает Писание молитвенную жизнь верующего человека. Подобным образом и нам, современным верующим людям, стоит использовать разные формы во время молитвы. Иногда бывает так, что вы молитесь и вы излили свою душу перед Богом, и уже мир Божий и его покой, уверенность наполнили ваши сердца. Но иногда нам нужно, подобно автору этого псалма, самим изменять настроение в молитве. То, что мы видим здесь, автор просто принимает решение верить Богу и наполнить свою молитву исповеданием веры и воспоминанием всего того, что было раньше. Как Бог уже раньше проявлял свою милость, как Он избавлял. В общем, вывод такой. Если вы хотите немного поныть, то вы можете закрыться у себя в комнате и провести немного времени в такой молитве. Но просто не делайте это очень долго. Если вы видите, что ваш душевный плач не помогает, то примите решение и включите свою веру. Переведите взгляд с обстоятельств или и со своего внутреннего состояния на Бога. Начните восхищаться им и, конечно же, начните говорить и исповедовать все то, что вы уже раньше переживали во взаимоотношениях с Богом. Наверняка у всех нас есть что вспомнить. Мы видели раньше Божьей милости, Божью благодать. Бог остался таким же. Он все так же хочет нас благословить. Помните всегда, что наше уныние, оно может разжалобить Бога. Но это не абсолютно то, что наверняка Бога впечатлит. Это наша вера. Что же, не забывайте применять на практике те знания, которые вы получаете. Проводите время с Богом и оставляйте комментарии под этим видео. Если вы не подписались на канал, сделайте это прямо сейчас, чтобы вы могли следить за всеми новыми видео, которые мы делаем. С вами был я, Александр Беляк. И пусть Божья благодать наполняет ваши жизни каждый день.